А вы народ, с вами Анастезия, мы продолжаем проходить корпус party book of shadow. В прошлой серии мы с вами закончили на том, что попали в эту треклятую школу снова. Ну, точнее, для неё это, конечно, в первый раз. И последний. А мы продолжаем идти в мужской туалет. В прошлый раз нам почему-то не дали этого сделать, тут была какая-то хрень. Призрак. Дверь плотно запрета, но кто бы сомневался. Её невозможно открыть. Что возможно вообще в этом мире, а? Тут вообще ничего нету больше, да? Хотя, если бы было, тут наверняка были бы стрелочки. Тут почему-то осмотреть ничего нельзя. В первых главах можно было. Что? Это туалет? Зачем в этой пещере туалет? Куда ни глянь, а это место совсем не похоже на здание начальной школы. Однако здесь есть освещение и поддерживающие балки. Так что это, несомненно, пещера, созданная человеком. Тут, скорее всего, подвал, я так понимаю. И в этом туалете была юка. Ну, точнее, вы у меня этого не видели, но в одной из концовок юка заходит в этот туалет, и потом концовка плохая. Почему-то из-за этого действия. Да тут даже установлено сантехническое оборудование. Нет, ни за что не воспользуюсь. Мне не помешало бы сходить в туалет, но я воспользуюсь этим грязным и противным местом только в крайнем случае. Нужно просто потерпеть. Господи, еще одна юка мне тут. Что это такое? Скелетированные останки человека. Я вообще думала, что это кукла. Судя по размеру, это был ребенок, наверное. Он прятался здесь. Наверное, он прятался здесь. К ее униформе прикреплен бейджик. О, начальная школа Ренессанс. Мина Нишио. А вот тут можно посмотреть. Ой, я уже вижу затемнение, кстати говоря. Я теперь знаю, где его можно смотреть. Я ведь нажимала на эту как О. Куда я там нажимала? На О, на Йо. Сейчас, ребят, я найду. У меня в... Во, во. 25 затемнений процентов уже. Охренеть. Что так быстро-то? Куда там нажать-то? Да я не хотела сохраняться. Ну ладно, давай. Куда там нажать-то? На О. Все, поняла. Пошли сюда. Тут, оказывается, можно сохраняться в любой момент. Почему? Почему? Спасите меня, помогите мне, пожалуйста. Мне больно. Я хочу, чтобы боль прекратилась. Кроме того, я слышу болезненные крики детей, с которыми что-то произошло. Видимо, выбираться отсюда надо побыстрее. Так, тут мы были? Давай сюда. Ты вот как пошла. А, ну да. Там другого пути и не было. Кагомы, Кагомы, птица в клетке. Когда же ты появишься? А, ну да. Хватит, прошу вас. Эта хрень уже была. Кто же стоит позади меня? Не знаю, чувак. Комната пыток? Серьезно? Интересно, зачем нужна была комната пыток в обычной начальной школе? Дверь плотно заперта, туда не пройти. В кровище вся. Так, ладно. Куда можно? Давай пойдем сюда. Давай играть. Попробуй поймать меня. Сюда, я здесь. Нет, не здесь. Нет, не здесь. Нет, не здесь. Я слышу, что дети призывают меня поиграть с ними в прятки. Но ты лучше их не слушай, дорогая. Потому что это плохо для тебя закончится. Хотя это путешествие и так для тебя закончится, судя по заставке. В самом начале. Но ты сама виновата. Нехрен дружить с кем попало. Уже можно идти искать? Еще нет. Уже можно идти искать? Еще нет. Слышу, как дети играют. Хотя, в принципе, друзья же выбирают по себе. Значит, ты точно... Ты тоже глупая просто. Честно, я бы не согласилась пойти в такую авантюру. Тем более, наверняка, они не очень хорошо знакомы. Они просто знакомы тупо по школе. Продолжайте. Двигайтесь дальше. На какой узкий путь вы ступили? Это путь начальной школы Тензин. Тем более, мне кажется, настоящий друг, он бы не втянул в такие опасные игры своего лучшего приятеля. Ну, я не знаю, лично я бы не втянула, потому что это слишком жестоко. Боже мой, что это за место? Куда я попала? Вообще, не стоило изначально связываться со всеми этими темными делишками. Но нет. Мы же такие до хрена паранормальные. Посмотрите на нас. Давайте играть с темными силами, а потом будем плакать и думать, как же отсюда выбраться? Блин, это тупик, ребят. Что-то мы вообще никуда не пришли. Эм... Труп недавно умершего человека. Похоже, что он перед смертью пытался вырыть проход в стене. В униформе заметен именной бейджик училища Камашира Сакуши Хагевара. И чё? Что мне в имени твоём? Если я даже не знаю, куда идти дальше. Тут больше ничего нет, понимаете? В кладовую мы пробовали зайти, правильно? Но там ничего нет. Либо она не открывалась. Что-то я не помню уже. В подвале не было тупиков. Хотя школа отстраивается постоянно. А, ты в кладовой проснулась? Давай глянем, что тут. Только тут вряд ли что-то есть. Если только... Какая-нибудь хрень, которая могла бы разбить эти деревянные стены. Нет? Я тут лично ничего не вижу. Наверняка снова какая-нибудь хреновина, которая сливается с пространством. Но тут ничего нет. Мамочка, спаси меня. Этот путь заблокирован развалинами, меня здесь не пройти. Тебе нигде не пройти? Тут везде тупик, понимаешь? Я ненавижу такие моменты. Короче, я не в курсе, что делать до сих пор. Где мы вообще? Давай будем подниматься к пыточной потихонечку. Там бассейн. Вот она. А, господи, Х же. Точно. Да-да-да, хватит. Че-то погоди. Тут, оказывается, не так уж долго, да? А, вот мы пропустили. Полуразложившийся труп по униформе очевидно, что тело принадлежит девушке, но вот возраст по останкам уже невозможно определить. Судя по бейджику, она ученица старшей школы, старшая школа префектуры Мацукадзе, Тамамои и Самура. Мы напропускали вот этих бейджиков, я не знаю, нужны они нам вообще или нет. Ну, вдруг че-нибудь найдем. Все равно заперто. Козлы. Ладно. Будем передвигаться, значит, по одной. Что нам еще остается? Ой, идите нафиг, а. Со своими прятками. Бомб-шелтер, это бомбоубежище, а не подвал. Хотя, но все равно это подвал, по сути. Вот еще один трупец. Тело недавно умершего человека, основываясь на униформе и развешенным аксессуаром, тело принадлежит ученице средней или старшей школы. Ее бейджик хорошо сохранился, старшая школа Карасуяма, Шихо Коусаки. До сих пор играют. Зачем, интересно, все эти стенки? Отсюда же выйти вообще нельзя. Давай до сюда поднимаемся. У меня, блин, экран все краснее и краснее. Продолжайте, двигайтесь дальше. На какой узкий путь вы вступили? Это путь начальной школы Тензи, но я это уже читала. А я здесь была? Что-то у меня ощущение, что меня здесь не было. Ладно, тут у нас ничего. Слышу смех. И среди всех этих голосов я уже слышала звук где-то неподалеку открывающейся двери. Комната пыток открылась? О, какая прелесть. Ну, давай сходим туда. Вот. Ужасно пахнущий и разлагающийся труп. Судя по униформе, при жизни это был ученик старшей школы. Несмотря на то, что он умер, на его лице заметна боль и страдания. На груди остался бейджик старшей школы Карасуяма, Йоаке Камимитсу. Понятно. Еще один труп. По углам разбрелись. Мертвое тело. На трупе юбка, так что очевидно это девушка. Ну не скажи, у вас в Японии вообще творится непонятно что. Средняя университетская школа Шобу. Хинака какая-то там. Че, в пыточную пойдем или еще вот здесь обследуем? Я просто не все осмотрела, поэтому мало ли. Вот мне интересно, нахрена бассейн в бомбоубежище? Просто зачем? Чтоб развлечься было где? Этот труп мы уже осматривали, так что пошлите вниз. У нас тут открылась комнатка. Здесь повсюду темно, но это место еще темнее. Настолько, что не видно ничего, даже на расстоянии носа. Примерно определить размер комнаты мне может помочь только эхо капающей воды. Похоже, что пространство не такое уж большое. В любом другом случае я бы развернулась и ушла от этого места, но вдруг Наха-чан там? Вдруг ей потребуется помощь? Конечно, она вполне рассудительный человек, но вспоминая ее состояние, когда мы последний раз виделись, я волнуюсь, я должна убедиться. Наха? Нет ответа, во всяком случае я ничего не услышала. Звук падающих капель тихий, но его эхо вполне могло бы заглушить голос человека. Пока дверь открыта, хоть какое-то освещение проникает в комнату. Я хотя бы знаю, где выход. Какой выход? Тут нет выхода? Естественно, этого освещения недостаточно, но, по крайней мере, я смогу быстро выйти в случае чего. Итак, поборов страх, я шагнула в комнату. Фу! Чем здесь пахнет? Это же пыточная, дорогая. Здесь ужасно воняет. Тут что, что-то гниет? Фу, я что-то пролила. Оно растеклось по моей ноге. Кровь, может быть? Машинальная начала оттирать свою ногу руками, пытаясь убрать все, что ко мне прилипло. Что это? Металлический запах настолько сильный, что мне стало трудно дышать. Ну, кровь, да, кровь. Я только что стирала кровь своей рукой. Нет, только это не это. Нога начала чесаться, поэтому я инстинктивно стала царапать ее. Я почувствовала, что мне на руку прилипло что-то вроде рисового зернышка. Но из-за непроглядной темноты я не знаю, что это на самом деле. Это действительно что-то очень похожее на рис. И все же что-то казалось странным, когда я размазала зернышко указательным и большим пальцем. Это, видимо, что-то от... Видимо, что-то от организма, я не знаю. Что это такое? Кожа с моей ноги? Черт, надеюсь, я ошибаюсь. Освещение? О боже, что это за место? Теперь я поняла, почему в этой комнате так пахнет. На стенах, на полу, на потолке кровь и внутренности людей. Сколько же нужно крови, чтобы полностью залить эту комнату? И что хуже всего, нет ни одного местечка, где не было бы крови. Причем кровь совсем свежая. Куски человеческой плоти и кости валяются на каждом шагу. Что вообще происходило в этой комнате? А еще зачем пыточная в детской школе? Ну вот я, по-моему, уже задавала этот вопрос. Да еще и в бомбовбежище. Я снова инстинктивно почесала бедро и только потом глянула на ноги. От такого вида мне стало не по себе. Что? Рой маленьких белых личинок? А, это вот кого-то раздавило. Рой маленьких белых личинок ползает по обеим моим ногам. Это то, что я размазала своими же пальцами. Позже я заметила, что эта пакость есть и на юбке, и на чулках. Они даже заползли в туфли. Раздевайся. Поддавшись панике, я сняла обувь и начала оттирать мерзость, прилипшую ко мне руками. Схватив юбку и верх чулков, я трясла их так сильно, как могла, чтобы попытаться избавиться от большинства личинок. Засуетившись, я случайно наступила носком туфли в противную лужу красной жидкости. Чувствую отвращение, переполнила меня. Противно, противно, противно. Ну кровь еще ладно. А личинки, это бэ. Я больше так не могу. Успокойся, Саяка, эта комната всего лишь скотобойня. Здесь домашний скот разделывают на мясо. Ага, конечно. Это вполне естественно. Нет ничего необычного в этой комнате. Кровь, куски, плоти и кости, вероятно, принадлежат животным. То есть, с животными так можно, да, поступать вот подобным образом, а с людьми нельзя. Прекрасно. Огромный пустой шкаф с двумя дверцами. Кто-нибудь в моей комплекции смог бы влезть в него. Понятно, я учту. Ну да. Комнату захламляют грязные ведра. Каждая из ведер наполнила либо желтой, либо белой жидкостью с кусками мяса. В большинстве из них находятся кости. Но вот содержимое одного из ведер казалось значительно более ужасающим. Поскольку в нем лежала полноценная рука. Человеческая рука. Часть которой свисала с поверхности ведра. Прозвучал крик, совсем не похожий на человеческий. По крайней мере, не похоже, что это существо могло бы мыслить логически. Так. Хочу сохраниться. Ах. В этот момент... А, в этот момент, сильно перепугавшись крика, я почувствовала сильное давление в глубине своего желудка. Чувства обострились. Я услышала чьи-то шаги. Кто-то ходит снаружи комнаты. Желудок разболелся еще больше, но мне удалось подавить свой крик. Теперь я точно уверена в этом. За пределами комнаты кто-то или что-то приближается сюда. И судя по звуку, это явно не нахо. Снова внезапно выскользнувший крик. Но мне удалось его подавить. Нельзя, чтобы меня обнаружили. Что-то потенциально опасное приближается все ближе и ближе. Мне нужно что-то предпринять. Нет никакого смысла бежать наружу. Спрятаться здесь мой единственный шанс выжить. Но где мне спрятаться? В прошлый раз мы прятались под кровавым столом. Может быть, это и в этот раз нас спасет, потому что шкафом он пользуется. Все ли будет хорошо, если я спрячусь под столом? Не самое лучшее место спрятаться, но, похоже, у меня нет другого выбора. К тому же у меня нет времени на раздумья. Придется довериться инстинктам. К счастью, стол довольно низкий. Есть хороший шанс, что меня не обнаружат. Но все же я предпочла бы, чтобы никто не заходил в эту комнату. Но звуки шагов принадлежат, скорее всего, тому же человеку, который включил освещение. Поэтому я не сильно надеялась, что он не зайдет. Мгновенно я начала накручивать себя дурными мыслями. Неблагоприятные сценарии прокручивались в моей голове один за другим. Я схватилась за дрожащую челюсть и плечи в попытке хоть немного успокоиться. Я приняла решение закрыть глаза, чтобы ненароком не закричать от страха. Наха! Наха, прошу, спаси меня! Тебя уже никто не спасет. Йошикадзу! Здорово! Что происходит? Он принес какую-то жертву свою. Я услышала, как какая-то девочка закричала от боли. Кто-то, видимо, бросил ее на стол, поранив ее. Либо она уже была ранена. Сейчас кого-то разделают. Вольно, вольно, вольно. Никогда раньше не слышала, чтобы люди так кричали. Мое дело содрогалось от страха и вопля выше. О, нет, если он наклонится за упавшим предметом, то обнаружит меня. Все? Крындец? Я неправильно поступила? Этот кто-то выглядел очень страшно. Несмотря на человеческий облик, совсем не похоже, что это живой человек. Мне стало страшно, что он меня убьет. Ну ладно. Наверное, создатели тоже рассчитывали, что как бы... Что раз стол спас нас в прошлый раз, то все выберут стол. А надо было выбрать шкаф. Следующая моя мысль, это все же человек. Только у него что-то не так с лицом и комплекция необычайно массивная. Словно зомби. Он ужасает. Он тебя нашел, да? Я напугана настолько сильно, насколько это вообще возможно. Страх сковал меня. Никогда раньше я не испытывала такого потрясения. Отпусти меня, отпусти! Я изо всех сил дергала ногами и руками, пытаясь освободиться, но он слишком сильный. У меня не получится вырваться из его хватки. Я уверена, что если бы он захотел, то переломил бы мою шею одной рукой. Лучше бы он это сделал. По крайней мере, это самый быстрый способ умереть здесь. Кто-нибудь спасите, нахо! Мамочка! Что вы там делаете? Монстр схватил меня за шею и силой отбросил меня к центру комнаты. Произошло то, чего я боялась. Область шеи извернулась неестественным образом, издав отвратительный звук. Я не могу дышать, моя трахея раздроблена. Чувствую, как сознание ускользает от меня. Не знаю почему, но монстр внезапно издал душераздирающий опыль и ринулся в сторону выхода. Добежав до двери, он схватился за тяжелую железную ручку и запер дверь с другой стороны. Подожди! Я заперта, и поняла это сразу же. Подбежав к двери, я попробовала отпереть ее, но очевидно, что мне уже не удастся открыть ее снова. Не уходи, пожалуйста, помоги мне! Погоди, твоя трахея раздроблена. Как ты вообще можешь что-то делать? Ты... я не знаю. Ты не лежишь там с болевым шоком, нет? Девочка, чьи крик я слышала до этого, дергалась связанная на опрокинутом столе. Прошу тебя, помоги! Боже, нет, открывайся! Открывайся же! Давайте уже досмотрим эту сцену. И... загрузимся. Не знаю, сколько прошло уже дней. В этой темной комнате погасшее освещение уже не возвращалось. Девочка, на которую напали раньше меня, давно не произносит ни звука. Я знала, какой запах здесь стоит. Знала, что здесь ужасно холодно. Знала, что мне должно быть больно, но я уже ничего не чувствовала. Я еще жива? Или уже мертва? Не могу ответить на этот вопрос. Я просто хочу покинуть эту комнату. Пожалуйста, кто-нибудь спасите меня. Ну, понятно, да. Вронгбет. Точнее, вронгэнд. Загрузить. Шкафу. Судя по звукам шагов, он уже близко. Я бросилась к шкафу в другом стороне комнаты. Пожалуйста, откройся. Дверцы открылись без труда, но шкаф не предназначен для закрывания внутри. Блин, сейчас нет времени думать о таких тонкостях. Я развернулась и спиной залезла в шкаф. Схватившись пальцами за края, мне удалось захлопнуть дверцы. Трясясь от страха в тесном шкафу, я мысленно молилась, чтобы никто не зашел сюда. Но звуки шагов принадлежат, скорее всего, тому же человеку, который включил освещение. Поэтому я не сильно надеялась, что он не зайдет. Мгновенно я начала накручивать себя дурными мыслями. Неблагоприятные сценарии прокручивались в моей голове один за другим. Я схватилась за дрожащую челюсть и плечи в попытке хоть немного успокоиться. Я приняла решение закрыть глаза, чтобы ненароком не закричать от страха. Наха, Наха, прошу, спаси меня. Но я все же не удержалась и посмотрела в щель между дверцами шкафа. Я увидела, что больше не одна в этой комнате. Этот кто-то выглядел очень страшно. Несмотря на человеческий облик, совсем не похоже, что это живой человек. Мне стало страшно, что он меня убьет. Следующая моя мысль, это все же человек. Только у него что-то не так с лицом, да-да-да. Мы это читали. На его плече девочка. Монстр подошел к кровавому столу в центре комнаты и небрежно бросил ее. Она пришла в себя и издала стон болевой агонии. Слава богу, она еще жива. Нет! Лучше бы она умерла, поверь мне. Мы это читали. У нее нет ног ниже бедра. Они отрезаны. Кто мог так поступить с ней? Это же та девчонка. Точно, мы с ней уже виделись. Только я не помню, как ее зовут, но она была вместе с Аюми, кажется. Монстр забрался на девочку и привязал ее руки к металлическому укреплению на столе. Боже, что он собрался с ней делать? Идет сюда. Нет, 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 пожалуйста, нет. Монстр подошел прямо к шкафу, но он не стал открывать двери. Он начал перебирать какие-то инструменты на соседнем столе. Небрежно он отшвыривал в сторону предметы, которые ему, видимо, не нужны. Молотые сверла скользили по столу и с лязгающим звуком падали. Всякий раз, когда инструменты падали на землю, он нагибался и поднимал их. Если бы я спряталась под столом, то он сразу же обнаружил бы меня. Наконец он выбрал большие клещи. Возвратившись к девочке, он снова склонился над ее телом. Йоу! Что он собирается с ней сделать? Этот верзила схватился за щеки девочки рукой и со всей силы надавил на них. Затем, насколько я смогла заметить, он широко раскрыл ее рот и засунул клещи. Он что, собрался зубы, что ли, выбивать? Вырывать, точнее. Зафиксировав клещи в своих руках, он умело раскрыл губы инструмента, одновременно проталкивая их глубже к горлу. Ой, ёлка, мать! Что ж тут такие призраки жестокие? Что им кто сделал? Я ничего не пойму. Нет, не делай этого. Вскоре зажав язык девочки клещами, монстр резко дернул руку и одним движением вырвал язык. Йоу по мать! А когда мы под столом были, он, видимо, что-то другое с ней сделал, потому что она с нами еще разговаривала. Странно, что от нашего выбора, о котором он даже не знает, он меняет свое решение что-то с ней сделать. Я услышала звук, как будто изо рта пошла пена. После непродолжительных судорог девочка перестала двигаться. Я застыла от ужаса. Слезы потекли по щекам, и я потеряла контроль над своим мочевым пузырем. Моча начала растекаться в шкафу. Только не это. Могу остановить поток. Если что-то просочится наружу, то, несомненно, меня обнаружат. Этот отказ сразу же сопроводился болезненными спазмами в животе. Пожалуйста, пожалуйста, только не сейчас. Монстр выбросил отрезанный язык в алюминиевое ведро, стоящее у него возле ног. Затем, судя по звуку, отбросил клещи обратно к инструментам. После этого он поднял ведро с языком и медленно вышел из комнаты. Кого-то только что убили. Я нахожусь в шоке. То, что я сейчас увидела, заставило меня описаться. Не думала, что подобное произойдет когда-нибудь. Нужно выбираться из этой комнаты. Убийца может вернуться в любой момент и обнаружить меня. Тогда я стану следующей жертвой. Медленно и неуверенно я открыла дверцы шкафа и осмотрелась. Ну да, это та самая девчонка. Девочка все еще лежит на столе, а по первому взгляду не скажет, что она мертва. Но ужасные раны и неподвижность говорят обо всем. Смотревшись в только что убитого человека, я осознала, что ситуация намного хуже, чем я представляла. Я вышла из комнаты и почувствовала очередные болевые позывы из глубины желудка, которые снова дали о себе знать. Нет, нет, что это вообще за место? Если я сплю, то пожалуйста, разбудите меня. Но я знала, что это вовсе не сон. Я уверена, что это место настоящее, хоть и отличается от привычной мне реальности. Скоро мой разум достиг критической точки, я начала плохо соображать и потеряла цели. Наха! Наха, пожалуйста, спаси меня! Наха тебя не спасет, она втянула тебя в это дерьмо. И теперь сама от него никогда не отмоется. Что говорить о тебе? Дни шли в этом душном изолированном бункере, понятия не имею, сколько я здесь. Заряд батарейки моего телефона закончился, часы перестали идти. Я полностью изнеможена. Но даже так я не предстаю искать Наха. Со все время пребывания здесь я ничего не ела, ничего не пила. Много раз теряла сознание, так что даже примерно не знаю, сколько времени прошло. Шоколадная конфетка, которую дала мне мама, все еще в моем кармане, но я не могу съесть ее, ведь это единственное, что связывает меня с мамой. Наша вечная дружба никогда не исчезнет. Наха! Спаси меня! А вот хрен там был. Ей бы себя спасти. Садчика. Хм. Вкуснятина. Ты разве еще что-то можешь есть? Ты же призрак. Ух ты! Вы хотите сказать, что мы уже прошли четвертую главу так быстро? Серьезно? Ну ладно. Конечно, конечно, так. Офигеть. Я думала тут главы будут побольше. Ну ладно, меня в принципе все устраивает. А, да, new chapter. Шан Грила. Мэри Шиги? Я заслуживаю наказание за свои действия. Всякий раз, когда я фотографирую, стены коридора осветляются небесно-белой вспышкой. Это место нашего уединения. Только она и я рядом больше не души. Я уже не могу держать себя в руках. Я осознал, что ладонь, в которой держу свой телефон, начала потеть. И дышать стало очень трудно. Возбуждение неуклонно растет. И все это из-за нее. Прекрасный цветок, украшающий стену миллиардом разных оттенков. Так я вижу зверскую убитую девушку, вывышенную передо мной. Когда я впервые встретил ее, то застыл в изумлении до тех пор, пока не понял, что увидел. Я никогда раньше не видел людей с такими мучительными ранами. Если вообще определение раны можно употреблять в данном случае. Кто настолько безумный смог сотворить такое с человеком? Без сомнения, убийца-человек. Я сделал такие выводы, потому что руки девушки прибиты к стене строительными подвесками. Если судить по разорванному животу, видимо это сделали голыми руками, внутренностям, лежащим на полу, к глазным яблокам и оторванной челюсти, можно было бы предположить, что ее разодрало дикое животное. Но эти подвески и отпечатки рук отвергают все сомнения. И все же, этот дерзкий и изысканный вид тела демонстрирует определенную волю и пламенную страсть. Кровь, разбрызганная повсюду, заблестела от вспышки ярко-красным пламенем, а куски плоти разбросаны словно цветочное растение. Что? Этот ободранный выпотрошенный труп с распростертыми руками, прибитыми к стене, сразу напоминает распятие Иисуса. Но ее судьба еще печальнее. Это не самопожертвование. Никакие выводы не будут сделаны. Кто бы это ни сделал с ней, очевидно, что он наслаждался убийством. Полагаю, что есть и такие животные, которые охотятся не ради еды, а ради развлечения. Убив и поигравшись с жертвой, они бросают тело. Развитые животные, например, львы, обезьяны и дельфины, могут порой воспользоваться своим умственным превосходством. Но только люди способны обернуть сильные импульсы в искусство. Что на самом деле двигало убийцей? На некоторое время я совсем забылся и начал разговаривать сам с собой. Что же в этой девушке так привлекло меня? Видя последствия действия убийцы, создается определенное чувство детской беспомощности. Но все же, почему именно она поразила мое воображение? Вся школа словно сборщик трупов. С тех пор, как я попал сюда, я видел много мертвецов. Но ничто не сравнится с ней. Заметил, что мое внимание привлек не только вид, но и запах тоже. Я представил, что он поднимается в воздух, словно пары от горячей ванны. Она была совсем молода, ученица средней или старшей школы, скорее всего. Это всего лишь мое предположение. Ее униформа разорвана и полностью пропитана кровью. И я не нашел ее ученического билета или бейджика. Я определил, что это девушка только потому, что дошел рядом на полу косметичку изысканную черепаховую шкатулку. На самом деле у меня нет никаких веских доказательств насчет пола трупа. Тогда почему я представил, что это она? Ну грудь какая-то, не знаю, мужественная. Пожалуйста, дай мне знать, кто ты. Косметичка вполне может быть и не трупа. Будильник в моем телефоне зазвучал, как будто мне в ответ. Уже так поздно. Скоро начнется трансляция оперы «Сивильский цирюльник», которую Майо попросила меня записать для нее. Чтобы заблаговременно подготовиться к записи, я установил звуковое напоминание в своем телефоне. Все знают Майо как любительницу чего-нибудь вкусненького и красивенького, но я удивлюсь, если кто-то в курсе того, что ей нравятся работы Рассини. Нужно скорее найти Майо, ей плохо без меня. Ах, жизнерадостную и красивую Майо обожают все, кто знаком с ней. Я единственный, кто знаком со слабостями, которые она скрывает в глубине души. Следовательно, только я могу защитить ее. Говоря о слабых, интересно, как там поживает потерявшаяся сестра Мачиды? Мне определенно понравилось гнаться за ней. Она нас сильно перепугалась. Так ты нам расскажешь, что тобой двигало в тот момент? Ее бегство ради спасения жизни восхитительно. Тоже чувствует педофилы, но у меня нет таких наклонностей. Тогда почему мне это понравилось? Ее беззащитность и испуганное лицо показались мне неотразимой красотой. Когда передо мной стоит абсолютно беспомощный и одинокий человек, моя душа необычайно радуется. Эти чувства можно сравнить с оргазмом. А ты с ним знаком? Она сестра моего друга. Несмотря на все эти странные ощущения, я, несомненно, не стал бы причинять ей никакого вреда. Но вспыхнувшая благодаря мне угроза, породившая такую панику и страх, восхищает меня. Только вспоминая об этом, я начинаю улыбаться. Я чувствую, что это ощущение медленно и неуклонно прогрессирует. Нет, так нельзя. Это уже не я. Неужели обстановка так влияет на мой разум? Мне нужно избавиться от этих мыслей. Я должен вернуться в реальный мир с Майо и остальными без этого нового я. Иначе жизнь уже никогда не станет прежней. Думаю, придется ударить все фото и видео со своего телефона. Включаю ее снимки. Шан Гри Ла. Пятая глава. И тут тебе позвонил Бухмай, да? Митсуки. Эми, Толка, здесь есть кто-нибудь? Вот черт, я выронила телефон. Он что, сломан? Никого нет, куда все подевались? Мы ведь только что были в комнате ученического совета. Неужели это произошло из-за счастливого заклинания Сачика? Что-то не так с этим школьным зданием. Вместе с членами ученического совета и одноклассниками мы провели странный ритуал, а потом... Я вырубилась из-за внезапной анемии, похоже. И когда я пришла в себя, то оказалась в этом полуразрушенном здании. Никого из моих друзей не оказалось рядом. Сначала я подумала, что это Толка решила разыгрывать меня, но очень скоро поняла, что дело вовсе не в этом. Рассердившись, я закричала. Поддавшись страху, я молила, чтобы меня хоть кто-нибудь услышал, но мои слова никого не достигли. Произошедшее похоже на жуткий кошмар. Про себя я помолилась, чтобы это так и осталось, а такое оказалось, поскольку я осознавала, что не смогу продержаться в этом месте. Мне просто хотелось увидеть кого-нибудь из знакомых, чтобы не быть одной. Мне просто хотелось, чтобы кто-нибудь позвал меня по имени. Меня зовут Ямамото Митсуки, я второклассница старшей школы Бекудан. Также я состою в ученическом совете в качестве секретаря. Я здесь, ребята, здесь. И, ребята, мы с вами на этом заканчиваем, мы продолжим следующую серию. А пока что всем спасибо за внимание, с вами была Анастезия. Всем удачи, всем пока.